Ну а присутствующие на сессии Народного собрания депутаты отмечают, что в документе этого года раскрыты проблемы не только Дагестана в частности, но и России в целом. Обозначенные главой республики направления очень прогрессивные и своевременные. Я хочу сказать, что очень концептуально, мощно было вот это послание, потому что рассмотрены на очень серьезном уровне вопросы развития агропромышленного комплекса, развития промышленности, вообще вот экономика Дагестана очень четко, конкретно и адресно. Вот это очень приятно. И вот те вот наметки, которые были там, были 10 проектов, которые были, они в общем-то видно, что они уже реализуются, это реально есть. Очень важный фактор это стабильность Дагестана, ведь год без терактов, это колоссальная вещь, которая на всероссийском уровне признается уникальным, будем говорить, явлением. Это раз. По темпам роста республика, она является одной из первых в России. Это два. Его рейтинг возрос намного. Он входит в первую десятку, где в пятерку, где в десятку по различным оценкам экспертов, как региональный лидер. Это все в целом создает, улучшает и укрепляет имидж республики, отношение к ней других регионов нашей страны. Большое внимание заслуживает отношение к безопасности республики, потому что не будет безопасности, значит, не будет программы социально-экономического развития. Ну, в целом и по реакции зала, и по тому, как выступала глава республики, я думаю, что все довольны, что из того зала, с такой, ну, с высоко поднятой головой и гордостью за Дагестан. Потому что есть много проблем, но не все решаемые. Надо быть вместе, надо будет общество консолидировать. Вот к чему и призвал глава. Поэтому полностью согласен с его тезисами сегодняшнего. Глава республики поставил перед народным собранием задачи по реализации предложенных президентом страны новых принципов развития малого бизнеса. Это касается предоставления предприятиям с надежной репутацией надзорных каникул, налоговых каникул и так далее. В послании было отмечено, что у народного собрания, правительства и муниципальных образований должно быть общее видение бюджетной политики. И правительству республики поручено совместно с народным собранием провести работу по инвентаризации бюджетной сети, оптимизации расходов. Самое главное, я считаю, изюминкой его послания, там был тот факт, что мы являемся и аграрной республики, и нужны обязательно привлекать инвестиции. Инвестиции как раз таки глава республики дал нам направление, что практически все эти инвесторы желательно, чтобы они были наши дагестанцы, чтобы они могли сами проконтролировать ход своих инвестиционных проектов в республике Дагестан. Развивая демократические нормы, скажем, самой республики, и власти, и народ поймут, что совместными усилиями это надо делать. Власть не должна обходить мнение народа, так же, как и народ должен понимать свой власть, поддерживать его. Тогда дела пойдут. Глава республики сказал по поводу того, что нужна конструктивная оппозиция, она сегодня есть в лицее в нашей партии, в том числе. И то, что оппозиция, это не от слова быть против, а от того, чтобы предлагать другие пути решения, именно в этом заключается успех, если будет таким развитым инвестиционным сообществом. Продолжение следует...